Друзья, всем привет! Прямо сейчас вы увидите интересный сюжет, где три человека расскажут о своих автомобилях. Я читаю ваши комментарии, я читаю ваши отзывы и я решил сделать вот такую сегодня подборочку. У нас будет три разные Octavia, три одинаковые модели, но при этом все они абсолютно разные. Знакомьтесь, у нас будет Octavia RS 2011 года, 5 владельцев по ПТС, 120 тысяч километров пробега. У нас будет Octavia 2014 года, где один владелец и 55 тысяч пробега. И у нас будет совсем новенькая Octavia 2018 года, один владелец, 7,5 тысяч километров пробега. Давайте прямо сейчас мы познакомимся с владельцами этих автомобилей, зададим им вопросы, почему эта машина, что смотрели, что выбирали, довольны, недовольны, за что им автомобиль не нравится. В общем, присаживайтесь поудобнее, я думаю, сегодня будет интересно, самое главное, честно и объективно. Поехали! Итак, наш первый участник это Влад, 25 лет. Влад, привет, спасибо большое, что приехал. Слушай, Влад, познакомь кратенько с автомобилем, год какой, сколько владельцев по ПТС, какой пробег, в общем, дай кратенькую информацию на свой автомобиль. Это машина Skoda Octavia RS 2011 года, пробег у нее сейчас 127 тысяч километров, я по ПТС 5 владелец. ДТПшки были какие-то по машине? Да, были, притерли бампер. То есть притертости, не сильные удары, то есть не так, чтобы полморды было смято? Нет, не было такого. Когда ты купил машину? Полтора года назад. Слушай, за сколько забрал машину? Машину взял за 150 тысяч рублей. А какой пробег был на тот момент? Было 118 ровно. То есть ты сколько сейчас проехал за полтора года на машине? Очень мало, где-то в районе 8-8500-9. Друзья, слушайте, на самом деле, вот я когда встречаю таких людей, это прям какой-то шок. 8500 за полтора года, так ты вообще на ней что, только летом катаешься? Нет, катаюсь так же, зимой ее эксплуатирую, но мне до работы очень близко ехать. Окей, из каких автомобилей ты вообще выбирал, на что еще смотрел на момент поиска? Смотрел на Mazda 6 и на Passat C. А это был твой первый автомобиль или у тебя до этого были машины? Это первый автомобиль, да. По каким критериям все-таки выбор твой пал на Шкоду с пробегом 2011 года? Что привлекло в машине? Привлекло мотор, динамика, эмоции, которые она испытывает. Цвет очень яркий, броскость, она выделяется в потоке. Наш второй участник, Артем, 23 года. Артем, привет, спасибо, что приехал. Слушай, ну расскажи нам, пожалуйста, что за зверь, какого года, какой мотор. Давай, знакомь. В общем, этот зверь 14 года, куплен он был в 15-м, 1,8 на палочке, комплектация Ambition. По сути, по механике это полный топ, ну если не считать RS-очку. А внутри, конечно, совсем бомж. Пробег какой у автомобиля? Пробег у автомобиля 55 тысяч с копеечкой. ДТП какие-то были? Были ДТП в заднюю часть. Сильное ДТП было или так себе? Средней сильности. По морде, что у тебя, смотри, прям заметно то, что фары какие-то мутноватые. Фары мутноватые, это на самом деле пленочка, то есть пленки уже 2 годика, она затерта, буду менять. Расскажи, пожалуйста, за сколько ты купил этот автомобиль? Автомобиль я купил за миллион, точную сумму я уже не помню, плюс-минус 20 тысяч, вот где-то так. Слушай, расскажи, между чем смотрел? Вот Octavia 1,8 на механике, все классно, все сразу понятно, мне кажется, что хотелось погоняться. Ну, какие-то еще автомобили были? Да, знаешь, самое интересное то, что ты сейчас, конечно, в это не поверишь, но я рассматривал многие автомобили, в том числе и Мазду 6. Мазда 6, честно говоря, меня чем-то не зацепило, ну и дороже она была как-то. Второй автомобиль, который я рассматривал еще до Шкоды, то есть, чтобы вы понимали, Шкода была последней, которую я рассматривал. Я рассматривал Мерседес С-шку, но когда я узнал, сколько стоит замена, ну, ремонт кондиционера в 150 тысяч, что я понял, что, не-не-не, ребята, это не мой уровень. Еще самое главное, что тебе сегодня 23, а ты мне сегодня 23, ты тебе было, получается, 18 лет. Мне было 18, нет, мне было 19 лет. Вопрос такой, откуда миллион рублей-то у тебя в 19 лет был? Секрет фирмы. Секрет фирмы. Мама попросила, не рассказывали. Именно. Третий владелец, Алексей, 24 года, привет. Слушайте, друзья, смотрите, какая у нас сегодня подборочка. Три Октави, три молодых парня, 23, 24, 25 лет. Алексей, знакомь нас со своим автомобилем, какой год, какой мотор, за сколько купил, расскажи кратенько. Машина 2018 года, мотор 1.4, куплена была в октябре этого года, собрана в августе, купил за миллион 370. Какие автомобили ты еще выбирал? На самом деле в этом ценовом сегменте только Октави из того, что можно купить, то, что предлагает по цене, качеству и по оснащенности. Это твой первый автомобиль? Да, первый автомобиль. Что понравилось по автомобилю, по внешнему виду или отталкивался тупо от того, что ты сказал, цена-качество, невозможность? Цена-качество, ну это, естественно, первое. Второе, я точно знал, что хочу Black Packet. Это, соответственно, черная решетка, там черная крыша, черные эти вот ушки, да, как говорится, черные диски. Именно вот либо в этом цвете рассматриваю, либо в синем. То есть только вот два таких варианта было. И, естественно, комплектацию максимально оставил. В инстаграме нашего канала я сделал сториз, где поделился с вами покупкой новенького аксессуара для своего автомобиля. И там мнение из тысяч человек разделилось так. 60% сказали, что норм, 40% сказали, что колхоз. Вот оцените, это ковры, ребята, комплект ковров. Как они выглядят, а? Покажи, пожалуйста. На самом деле смотрится, ну, с одной стороны роскошно, с другой стороны, ну, кто-то говорит то, что слишком как-то вычурнуто, некрасиво. Я вам расскажу. Вот, смотрите, присаживаешься ты в автомобиль. Здесь идет подложка. В первую очередь вот она выглядит. То есть она реально по бортам идет, с высокими бортами, все закрывает. На нее уже кладется ворсовый коврик. Ты присел в автомобиль, передвигаешься, приехал на мойку. Тебе снимают только вот этот коврик, подложку. Остальное можно протереть тряпкой, пропылесосить, если это необходимо. Этот же коврик помыл, постелил обратно. Действительно толковая вещь. Когда ты стелешь обычный оригинал, то что получается? Ты его снимаешь, под ним очень много грязи. Нужно все это заново пылесосить. То есть страдает сама ткань автомобиля. Мне кажется, выглядит это достойно и неплохо. Опять-таки можно поспорить то, что нитка, наверное, там может быть не в тему слишком светлая, но вещь реально толковая. Материал это, естественно, кожзам, дермантин, как угодно. То есть это ненатурально какая-то там крокодиловая кожа, само собой. Просто некоторые люди предлагают эти ковры купить за 25 тысяч рублей. Вы представляете? 25, кто-то за 15 пытается их впарить откровенно. Я их нашел по цене 10 тысяч рублей, со скидкой они составляют 9 тысяч рублей. То есть можете позвонить, ссылаться на Машкова, вам сделают также тысячу рублей скидка. Каждый комплект шьется индивидуально под ваш автомобиль. То есть спереди, сзади все подходит тютелька в тютельку, прям, можно сказать, миллиметр в миллиметр. Кто-то скажет, я найду такие же на Алиэкспрессе, будет дешевле. Найди, пожалуйста, подожди, месяц приедет к тебе, твое право выбирай, где хочешь. Поэтому ссылка в описании для уюта, для комфорта. Мне нравится, меня устраивает. Но вы выскажите ваше мнение в комментариях, колхоз это или вещь нормальная. Влад, слушай, ну привлекла тебя динамика. Расскажи нам кратенько про мотор. Двухлитровый, дальше что у нас тут, сколько лошадей? 200 лошадиных сил и 280 крутящего момента. Работает он в паре с DSG? Да. Семиступенчатая? Нет, шестиступенчатая, мокрая. А, шестиступенчатая, DQ250, правильно, индекс? Да, верно. Слушай, ну на самом деле машинка-то под спорт себя заточена. На все остальные автомобили, которые мы сегодня смотрим, она прям выделяется. Такая яркая машина, внешний вид, видно то, что на ней нужно вжаривать. Как ты на ней ездишь? Периодами бывает, когда эмоции зашкаливают, хочется выпустить энергию свою лишнюю. И просто нажимаю плавненько, разгоняю турбину и ускоряюсь. То есть, места с пола, с ланчей на ней не было и не будет. Потому что я машину на берегу, я на ней буду ездить долго. Слушай, общаясь с тобой, я услышал такую интересную историю из серии, что на этом автомобиле все предыдущие пять владельцев, словно четверо, ездили крайне аккуратно. Расскажи, пожалуйста, какие там были результаты диагностики, когда вы этот автомобиль нашли? Да, диагностики, и машину смотрели полностью. Смотрели коробку, сравнили пробег, скручен, не скручен. Так как цена была маленькая, был ли кузов целый? Кузов целый, по коробке она не перегревалась, на ней не было ланчей. Предыдущий владелец вообще не знал, что такое ланч. И, в принципе, по диагностике она была вся в идеале. И на сегодняшний день все работает исправно, то есть, когда ты купил автомобиль, что ты сделал? Какие-то первые вложения были, ну, помимо там замены моторного масла и все что-то? Да, фильтра, масло и сальные блоки задние, и все. Обычные, скажем так, рядовые-то его? Да, да. На этих автомобилях многие гоняют. Ты, когда ее выбирал, вообще смотрел в сторону, по-любому что-то про нее читал, изучал. Вот на коробку жалобы ты какие-то находил? То есть, есть люди, кто прямо говорит то, что плохо все? Да, были такие, но коробка живая. Если на ней не ланчевать, с места в пол не давать, она очень надежная. Ближе к 150 поменять радиатор, но так он не течет. Пока смысла я не вижу его менять. В общем, тебе, грубо говоря, повезло. Все тебе нравится, у тебя машина в идеальном состоянии, ты катаешься и серия счастливый владелец. Правильно я тебя понимаю? 1,8. Напомни, пожалуйста, сколько здесь лошадиных сил? Какой крутящий момент? Ну, крутящий момент тут 250, потом по силам 180. За все это время владения, то есть, уже практически 4 года прошло, даже, наверное, чуть побольше, что-то было из ремонтов по автомобилю? Какие-то косяки? Да, из ремонтов было. То есть, самое интересное то, что годик назад, ровно в июле, я еду такой по МКАДу, никого не трогаю, расслабончик. И тут мне бах, ошибочка ИРС или Чек Энжин, я точно, к сожалению, не помню. В общем, что происходит? Машина начинает дичайше троить, я, естественно, сразу кладу в штаны кирпичей, еду к дилеру, потому что, ну, первый раз такое, не знаю, мало ли. Самое интересное то, что приезжаю, на диагностику меня не пускают, вот так. Диагностику делают, говорят, парень, у тебя там тотал, короче, все, машина в утиль. Ну, естественно, это образно, но примерно так и было. В общем, что было? У меня отказал, каким-то образом коротнул датчик положения угла спусковой заслонки. В общем, датчик дросселя, если быть коротким. В общем, датчик стоит 3200, то есть, я приехал, датчик поменяли, точнее, восстановили проводку и все. То есть, ничего не адаптировали, просто скинули ошибку в блоке компьютера и все. А еще какие-то поломки были по автомобилю? Слушай, других поломок по автомобилю не было. То есть, так вот на момент твоего сегодняшнего владения ты делаешь техническое обслуживание, ну, масла меняешь и так далее. Да, 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 да. Единственное, что хочу сказать, с этим сталкивались все Skoda Octavia, особенно с 2013 по 2016 год, ну, примерно. В общем, есть такой проблемный узел у этого автомобиля, как система охлаждения. Точнее, антифриз, который уходит непонятно куда. Может быть, сочит из-под тройника, может помпа сочить, может же трещина в корпусе термостата. Вот у меня такая проблема. И она продолжается уже три года, он потихонечку уходит, уходит, уходит. То есть, я был у двух официальных дилеров, причем один в Москве, один в Тюмени, ну, собственно, потому что машина из Тюмени. Потом я был у трехсторонних, то есть, обычных СТОшек. Самое интересное то, что, да, течет, а откуда мы не знаем, течет. Вот примерно так. То есть, заводской брак и понять никто не может. Заводской брак, да, понять никто не может. Я сейчас вот буквально с 1 по 10 августа поеду, я уже 100% разберу тут полмашины и устраню. Выбрал ты механику, почему? ДСГ побоялся. Честно, 50 на 50, вообще, я считаю, что, ну, механика как-то получше. Я ездил, сразу скажу, и на ДСГ, и на автомате. Когда едешь ты на автомате, то есть, педаль, что газа, что тормоза, откликается не сразу, через время. Ну, это, конечно, время очень маленькое, но ты его чувствуешь. На ДСГ, опять же, такая же проблема, только еще можно влететь на замену мехатроника. Но, сразу скажу, на новых машинах это уже более редкая, точнее, даже больше брак или неправильная эксплуатация. Да, на прошлых машинах это действительно, ну, было повально. Мотор масла у тебя не поджирает? Нет, я меняю масло через каждые 7500. Ребята, если мотор турбовый, часть масла уходит на охлаждение турбины. Если мотор атмосферный, да, можно менять раз в 15000. И, если у тебя мотор турбовый, но ты ездишь только по трассе, то есть, ты, я не знаю, накатываешь там 15000 километров за пару месяцев, то тогда, да, можно менять. Но, когда ты ездишь в пробках, то есть, у меня, вот, например, 30% трасса, 30%, 70% город, то, ну, тут по-любому нужно менять. Напомню, пожалуйста, сколько у нас лошадей в моторе? 150 лошадей. А крутящий? 250. И стоит сухая ДСГ, правильно? Семиступенчатая. Вот не боишься ты этой ДСГ-то? Да не боюсь, на самом деле, гарантия 2 года, если что-то случится, за эти 2 года, естественно, поменяют. А так, у меня много примеров людей, которые проехали уже там больше 70 тысяч километров, у кого-то была старая еще Октавия 5-го кузова, и проехала она не 200 тысяч километров, там только мехатронику он заменил в свое время, и все. Друзья, вот так вот бывает, вот смотрите, пишем по-живому, вот приехало три владельца. Вот кого не спросишь, вот с одной стороны думаешь, ага, купил машину, первая машина, может быть, еще пока не с чем сравнивать, но все всем довольны. Если мы сейчас с вами запрыгнем в интернет читать отзывы, то наверняка найдем тех, кто будет говорить то, что машина говно, машина сыпучая, коробка плохая. Тем не менее, вот вам ситуация. Крутящего момента разгона вообще в целом тебе по автомобилю хватает? Его даже больше, потому что, поскольку машина переднеприводная, идет букс всегда, если ты прям с нуля нажмешь тапочку, она пробуксует 100%. А сколько у него паспортный разгон? 8,2, по-моему. 8,2, а расход топлива тут у тебя в среднем? Короче, по городу получается примерно 7 с цифрофорами, по трассе 6, в зависимости от того, как едешь, конечно. Если едешь 150, то будет у тебя 3,6-7,8. Вот, ну так в целом по городу, если по трешке ехать ночью, было 5,6 рекорд. В силу того, что автомобиль у тебя новый, каких-то нареканий у тебя, как я понял, никаких нет? Нет, все отлично. На дальнее расстояние ездил? Ездил в Питер, в Ярославль ездил, все идеально, машина стоит на дороге хорошо, если нужно ускориться, топишь себя. Влад, ну расскажи, вот за все время эксплуатации, за полтора года, в любом случае, в машине есть какие-то минусы? Есть тебе с чем хотя бы сравнить, что сказать, вот это не нравится? Я понимаю, что для тебя это первый автомобиль, первые эмоции, все вроде бы классно, но что-то же должно хоть как-то напрягать. Да, напрягает то, что передний привод, это очень сильно напрягает зимой, это проблема, потому что, хоть и в Москве, но снег все равно бывает, очень большой выпадает, поэтому машины шлифуют, бывает зимой. Также сколы присутствуют на машине, на передней арке, как бы тоже от пескоструя, бампера страдают, капот в основном, тоже весь в сколах, как бы, я пока не вижу смысла украсить, пока. По шумоизоляции? Оставляет желать лучшего. По подвеске, когда едешь по неровным участкам, дорогам, попадаешь в какую-то яму? Да, был момент, что я попал в яму на зимой, на 17-м радиусе колесе, и у меня пробило шину. Разгонялся на автомобиле, на трассе с большой скоростью? Сколько максимально, вот выжимал, вот на хорошем участке дороги, там все безопасно, все просматривается? Недавно, даже, сказал бы, позавчера, с СЗХ выжимал 180, и там уже при большой скорости чувствуется удар в руль, немножко чувствуется почему-то. То есть, здесь биение появляется? Но ты проверял, сход, развал? Да, все, все ровно, все в порядке. Но биение присутствует. Смотрите, что интересно, автомобиль RS, мощный автомобиль, 2 литра, но при этом только передний привод. Хотя можно найти Octavia и штатный, у которых будет полный привод, вот это меня вообще удивляет. Можешь примерно вспомнить, какие вложения были по автомобилю? Конечно, я все записываю на телефон, я вложил на замену масла уже 2-3 раза, поменял все фильтры, поменял саленблоки задние, сход, развал, сделал тюнинг выхлопа, это задняя банка и вырезание резонатора, все. ОСАГО, КАСКО? ОСАГО 6300 стоило мне в год. А вот все, что ты перечислил по автомобилю, примерно какая-то сумма получается? Ну, примерно 30 тысяч, 30-40 даже так. На что люди жалуются по подобным поколениям? На что нужно смотреть при покупке автомобиля? Первое и самое важное, это, конечно, термостат, потому что если вы, ребятки, слетаете с гарантии, то все это чинить за ваши деньги. Термостат сам стоит 19500, это термостат. Нужно понимать, что есть термостаты с помпой, то есть вместе, в сборе, есть термостаты с помпой отдельно. То есть помпа стоит еще примерно 17500, 8000, термостат 19000. Сейчас, конечно, можно это купить все дешевле, но если менять, кто-то говорит, что нужно менять вместе, а кто-то отдельно, и мнения разнятся. По управляемости, то есть по ходовым качествам по езде, то есть зимой, как тебе автомобиль, как тебе на трассе, как тебе в городе, на большой скорости, на маленькой, на неровностях, вот эти данные. Дай нам, пожалуйста. Ну, тут можно говорить об этом, естественно, бесконечно. Сразу скажу, у меня автомобиль с так называемым пакетом плохих дорог. То есть это на самом деле в пересеченной местности, конечно, плюс, но в управляемости это минус, потому что заходишь в повороты, ее слегка покачивает. Если бы стойки Бельштайн стояли или Эйбахи, то было бы, конечно, намного лучше и управляемее. Но даже так это не мешает мне нормально ездить, то есть меня ничего не сковывает. Единственный минус, может, по обзорности только скажу, что очень большие толстые стойки, при повороте особенно, если идут пешеходы, то есть пешеходный переход можно не заметить. Из минусов, наверное, только шумоизоляция, которой, в принципе, нет. Если нужно, если прям хочешь, чтобы у тебя была красная шумка, ну, достаточно арки сделать и все. А так, ну, за время, которое я и владею, ну, больше минусов особо, наверное. На разбитых участках дороги, как подвеска тебе? Жестковата, жестковата. Зимой ты передвигался, клиренса хватает на автомобиле, потому что он так-то не низкий? Клиренса хватает, здесь еще стоит подвеска для плохих дорог, а у чешских, соответственно, ее нет, потому что они даже выглядят по-другому. Для российского использовали прям идеальная подвеска. Вот тебе вот это плохие дороги, то есть ты как в поворот захожешь, тебя устраивает, как машина себя ведет или же кренится? Да, ее не кренят, ну, если, конечно, супер прям резко входить, то может быть. Но я не ощущаю, чтобы у меня было дискомфортно. Отлично. По вместимости вообще в целом лифтбеки, их все ценят, то что большой, огромный багажник. Ты на машине передвигаешься один с девушкой, с женой, с мамой, с папой? Один, в основном один. В основном один. Что-то водишь вообще в багажнике или вот это все, что у тебя есть? Да, это все, что есть. Сумка в зал, запасные детали, свечи, катушки. Слева лежат набор автомобилиста и диодные фонари сзади. Маслица у тебя канистрка лежит. Ребята, все так вот, знаешь, типа, все классно, маслица-то лежит. Что, поджирает она? Да, поджирает, не буду лукавить. Масло есть 2-2,5 литра на 7500. Я так полный автомобиль, ты передвигаешься один? Да, иногда с девушкой. Иногда с девушкой. Вот, ребята, покажи, пожалуйста. Значит, с точки зрения вместимости просто, ну на самом деле багажник очень удобный, да, наверняка все удобно накладывать, удобно вытаскивать. Максимально загружал автомобиль? Да, загружал. Я сразу скажу, как-то ехал из Тюмени в Москву, блин, загрузил 4 зимних колеса и еще набил очень много вещей. У девушки всю комнату, блин, перевезла вместе в машине. Было полностью все забито до передних сидений. Но все влезло. Ребята, если вы покупаете Шкоду Октавию или любой немец, то обязательно старайтесь купить максимальную комплектацию, потому что доставлять все очень и очень дорого. Сразу скажу, мне очень не нравится здесь головной свет, он реально очень плохой. А одна фара диодная стоит 40К. Ну вот, получается, нужно 80К и еще плюс лампы. Помещается все или были моменты, что забил под завязку, а дверь не закрылась? Единственное, если не хватает места, снимается шторка вот эта и ее становится просто огромнейшее количество. Можно купить себе ровный пол, отложить вот эти вот задние сидения и спокойно в ней спать. То есть, как бы, ну, места очень много. Что тебе по автомобилю понравилось по интерьеру? Трехспицовый руль, очень удобный, очень комфортный. Также боковая поддержка на сидениях, под спорт сделаны. Очень комфортно, также на дальние расстояния. Мультимедиа очень хорошая, звук более-менее слышно. Конечно, не хватает шумоозоляции, но не хватает также здесь блютуза. Минусы какие-то есть? Скрипы по салону, когда приезжаешь по неровностям, по какой-нибудь грунтовой дороге. Да, скрип бывает, также бывает печка очень сильно гудит. Если даже сейчас завести, вы услышите этот звук. Скрипы бывают с передней части, с правой стороны. Печка гудит в силу неисправности или характерная? В плане, забивается очень быстро. На что посматриваешь в будущем? Вот покатаешься ты на Октаве, что думаешь, куда дальше поедешь? Ауди, либо Вольцваген. То есть, вак? Да, только вак. Все понравилось, никакие другие автомобили больше пока что не нужны? Да, по вопросу на качество, это лучший сегмент автомобилей. По интерьеру это очень сложный вопрос, потому что я купил машину в бомжкомплектации, считай. Единственное, что меня очень сильно устраивает, это эргономика. До всего очень легко дотянуться, все интуитивно понятно. Единственное, естественно, я бы хотел магнитолу топовую, но она стоит 78 тысяч, где-то около 80. Но сейчас вот можно же поменять ее? Сейчас, в принципе, можно все. То есть, если не ошибаюсь, вот этот весь блок убираешь. Но самый главный вопрос, как ее прошить? Вот в этом вроде есть сложности. То есть, как бы прошить-то можно, а вот можно ли прошить? Друзья, добавлю свои 5 копеек по Шкодам в целом. Смотрите, вот в чем плюс автомобиля, потому что они действительно все наборные. Вот если вы зайдете на сайт или, не знаю, придете к дилеру, блин, можно купить 1.8 в минимальной комплектации. Можно купить максимально фаршированную машину. Я встречаю людей, у которых там все 9 пакетов. Все, что можно поставить, все можно. При этом, смотрите, у нас 1.8, один из топовых моторов в линейке. При этом нет даже подлокотника. В принципе, меня машина очень устраивает. Единственное, я бы, конечно, хотел полный привод, потому что, сразу скажу, зимой, особенно, вот, опять же скажу, в Тюмени, ладно, в Москве чистят, тут соль кидают, а в Тюмени, когда начинаешь трогаться, особенно 1.8, невозможно трогаться без пробуксовки. То есть, даже на третий буксует, но это уже, конечно, чересчур. Хотелось бы полный привод, чтобы ты был полностью уверен, чтобы тебя не заносило. Ну и таким образом, что бы ты хотел, взять Шкоду с полным приводом? В принципе, можно рассматривать Шкоду с полным приводом, можно рассматривать Суперб. Ну, конечно, Суперб будет подороже. Вот посмотрите, 2018 год, и комплектация стоит, ну, примерно сегодня полтора миллиона рублей, там, плюс-минус. Уже совсем другой вид мультимедиа ставит, приборная панель электронная. Ну, на самом деле, чувствуется, да, вроде бы, Шкода-Шкода, но развитие, друзья, все равно идет. Что тебе понравилось по интерьеру автомобиля? По интерьеру это черные боковые вставки с подсветкой, которые прям идеально под настроение можно ставить. Очень все эргономично, ну, как это вак, все на своих местах, садишься и понял, что отлично себя чувствует. А есть то, что не нравится по автомобилю, что смотришь, думаешь, блин, где-то, может быть, простенько, хотелось бы получше. Ну, насчет простоты не знаю, многие говорят, что Octavia это скучно, но посмотреть сюда, посмотреть на приборку, где все меняется, все, что нужно, там разные варианты. Но не сказать, что скучно. Единственное, что, на спорт режим, единственное, что это черный глянец, он с новья очень классно смотрится. Я ничего не делаю здесь, какие-то ключи не вожу, просто протираешь тряпочкой пыль, и он царапается. Вот это единственное, что прям очень сильно выбешивает. Если бы менял бы автомобиль, есть какие-то там мечты серии, взял бы вот из реального? Ну, из реального прямо сейчас это стандартная русская фишка, что ты купил машину и начинаешь смотреть на другую. Вот, очень нравится Tiguan, Tiguan в спортлайне, у которого 220 сил в стоке. Первый стейдж делаешь и полетел просто. По внешнему виду, на твой взгляд, автомобиль из пяти баллов, что бы ты ему поставил максимально объективно? Пятерку. Пятерку. По управляемости, вообще по своим ходовым качествам, как машина едет, как она на дороге себя ведет, в городе, за городом, в целом? Четыре с минусом. По динамике, по эргономике, по интерьеру автомобиля присаживаешься, несмотря на то, что 2011 год, тебя в целом как? Меня все это устраивает. Все устраивает. То есть ты, короче, получается у нас такой владелец, который лояльный к бренду, да? Друзья, почувствовали это? Ну вот тут, хоть он был и старался быть объективным, но все равно видно то, что владелец автомобиль нравится, он первый владелец, он от него получает удовольствие. Кому бы ты мог рекомендовать этот автомобиль молодежи, взрослым людям? То есть на самом деле на нем все есть, от молодого до очень взрослого. На твой взгляд, кому эта машина больше всего будет подходить? Это сложный вопрос, потому что она действительно подходит всем. Ну, если считать по моторам, то да, более, наверное, мощные моторы все-таки для молодежи, чтобы погонять, как-то ускориться, на обгон быстрее пойти, а более такие моторы овощные, можно так сказать, не хочу никого обидеть. 1.6, например, на автомате или еще на механике, то да, это скорее уже для более взрослого контингента. По надежности ты читаешь про автомобиль, смотришь, изучаешь, наверняка читаешь других владельцев по отзывам. По надежности все отлично, два правильных места, которые все знают, это сцепление и мехатроник. В целом, машиной ты доволен или же все-таки по пятибалльной шкале общая оценка автомобиля за все? 4.6, 0.4 балла я сниму за одну конструктивную оплошность инженеров Volkswagen Group. Когда ты едешь зимой, в потоке, если грязь летит, с хлопового стекла все летит вот сюда, на вот эти водительские двери. Это очень удобно, меня спасает то, что у меня компетенция ставила максималка, да, есть датчики слепых зон. Если бы не они, то это просто невозможно. Люди как решают проблему, ставят себе вот эти вот молдинги, но мне они очень не нравятся, не хочу ставить, поэтому это единственное, за что я поставил бы минус, а так все отлично. Ну а теперь выводы нужно сделать мне. У нас сегодня получился по-настоящему молодежный выпуск. 23, 24, 25 лет владельцам у каждого. Это первый автомобиль. Я был, честно говоря, удивлен, потому что об этом я не знал. Просто спонтанная встреча. Мы стараемся сделать все максимально объективно. Друзья, я не буду делать выводы, говорить о том, что они относятся к автомобилю предвзято, в силу того, что это первый автомобиль, им не с чем сравнивать. Я задавал вопросы, они отвечали. Каждого из них я попросил рассказать, как есть. Выводы делать здесь только вам. В любом случае, мы будем продолжать. Давайте ваши рекомендации, над чем поработать, что подправить, чтобы следующий ролик становился еще интереснее, еще информативнее и еще полезнее. У меня на этом пока что все. До новых встреч. Всем пока-пока.